Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами коротко обсудим проблему отсутствия объема звучания во время исполнения той или иной композиции. Зачастую начинающие гитаристы сталкиваются с этой проблемой следующим образом. Они играют композицию, какая-то часть, какой-то фрагмент произведения звучит нормально, а потом в каком-то фрагменте чего-то не хватает, такое ощущение, как будто мелодия сильно ужимается, отсутствует объем звучания. Потом раз, опять снова этот объем появляется. И зачастую невдомек начинающим музыкантам, в чем кроется проблема. Давайте мы сейчас с вами на примере конкретной мелодии из фильма, из музыкального «Шербурдские зонтики» с вами рассмотрим фрагмент и как раз-таки на практике выявим, в чем может быть проблема, одна из проблем. Наиграем просто кусочек. Ну и так далее. Вы обратили внимание, что у нас в начале вроде звучало все хорошо, объемно, красиво, потом раз, как будто бы музыка стала хромать. Потом снова началось нормальное звучание. В чем здесь заключалась проблемка? Смотрите, мы когда играем первую строчку, я, пожалуй, даже табулатурой сейчас выведу на экран, у нас в басовой партии присутствуют половины ноты. И вот мы с вами играем. Вот пошла первая басовая нота. За счет того, что это басовая нота у нас открытая пятая струна, у нас никакой, не возникает никакого ощущения потери в объеме звучания. Вот у нас мы щепнули пятую струну, и она спокойненько у нас звучит. Снова она звучит. Теперь открытая четвертая. Снова она. И вот здесь, как раз-таки на второй строчке, мы подходим к тому, где кроется суть проблемы. Видите, у нас все. Теряется сразу объем звука. За счет чего? За счет того, что не вовремя снимается басовая нота. Третий лад на шестой струне, вот эта нота соль. Наша задача, эту половинную ноту выдержать до конца такта. Не снимать раньше времени палец. То есть, если мы зажимаем третий лад на шестой струне, это не означает, что после щепка сразу же можно его убирать. Нам необходимо вот, до конца выдержать эту ноту. То же самое в следующем такте. Видите, как хорошо все звучит? А если мы сыграем? Такое ощущение, как будто икнула музыка, и дальше продолжила звучание. Следующий такт. Вот. Это правильное звучание, а это это неправильно. И опять, если мы оборвем, будет некрасиво, а если задержим, будет приятно звучать. Теперь давайте еще разочек этот фрагмент наиграем, только уже так, как нужно. Ну и так далее. Видите, у нас уже никакого такого ощущения дискомфорта для слуха нет, потому что мы все длительности басовые выдерживаем столько, сколько их нужно, эти ноточки, все половины ноты. Поэтому, когда играете композиции, старайтесь следить за длительностями тех нот, которые вы исполняете, и по возможности выдерживать эти длительности, для того, чтобы звучание не обрывалось. Вот такие у меня короткие советы, рекомендации сегодня. А я пойду к своим детям успокаивать их, чтобы они немножечко спокойнее себя вели. А то я прям сквозь закрытую дверь их слышу. Наверное, так же, как и вы. Хорошего дня, занимайтесь, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok